История про Искандера в Карабахе В окрестностях Шуши, освобожденной после многолетней оккупации со стороны Армении, азербайджанским агентством по разминированию были найдены обломки ракет Искандер, причем с индексом М. Ранее армянская сторона утверждала, что закупала у Российской Федерации Искандера с индексом Э, то есть экспортную версию. Но на обломках указана буква М. А это автоматом означает, что к ракетам с данным индексом Армения, если верить ее заявлениям, скорее всего, отношения не имеет. При этом начальник главного штаба вооруженных сил Армении Артак Дафтян сегодня вообще отказался комментировать что-либо по этому поводу, ссылаясь на то, что, дескать, информация об этом не подлежит разглашению, что косвенно подтвердил информацию азербайджанской стороны. Комментировать что-либо Еревану сейчас действительно сложно. Скажи он, что не имеет отношения к ракетам, и однозначно станет понятно, что запустил их кто-то другой. Кем-то другим может быть только Москва. Поэтому речь сейчас не об армянской стороне, которая оказалась в данной ситуации заложницей политики Кремля. Речь о самом Кремле. О том, кто отдал возможный приказ ударить Пушише Искандером. Очевидно, что во время войны. Очевидно, что в момент, когда она близилась к своему завершению. Скорее всего тогда, когда ее уже освободила азербайджанская армия. Вот и получается, что если ракету выпустила не армянская сторона, тогда сделал это тот, кто имеет в Армении военную базу. Значит, все же Россия? Если да, то зачем? А не за тем лишь, чтобы всяческим образом попытаться остановить победное наступление азербайджанской армии, которая была готова идти до конца, дабы военным путем освободить всю территорию страны. Не для того лишь, чтобы потом сделать все, чтобы ввести своих миротворцев и обозначить себя главным миротворцем, окопавшись в Карабахе на ближайшие пять лет. Между прочим, ни Министерство иностранных дел, ни Министерство обороны Российской Федерации, ни какая-либо другая российская структура до сегодняшнего дня так и не откомментировали находку агенцию по разминированию Азербайджана. Буквально только что это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что информация про Искандера в Карабахе новая. Ему, мол, ничего не известно и какой-либо другой информацией он не располагает. Странный комментарий, не правда ли? Уж не потому ли, что ситуация патывая, когда не опровергнуть, не признать не получается? Садается вопросом в своей статье Гамид Гамидов.